привет ребята до конца прошлого года рынок бюджетных планарных наушников откровенно говоря был достаточно скуден и выбор в нем ограничивался всего лишь тремя моделями от монополистов в этом сегменте компании тин хай фай однако зная китайский рынок это монополия ожидаемо долго не продержалась и мы смогли наконец увидеть с вами интересные вмиг ставшие популярными модели от 7 герц шуер и еще от некоторых компаний которые тоже внезапно нащупали в этом сегменте для себя золотую жилу поэтому сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением о внутриканальных наушниках которые наверное без преувеличения можно назвать самыми ожидаемыми и необычными в этом сезоне выпущенные ранее малоизвестной компании red goal почему ожидаемыми я думаю понятно и так потому что все что сейчас едет из китая едет достаточно долго из-за очередной вспышки короны и последующего локдауна почему необычными так это потому что они имеют не совсем привычную конфигурацию излучателей напомню за звук в них отвечает один магнитопланарный излучатель диаметр которого равен 14 целым двум десятым миллиметра и один 18 слойный по 9 с каждой стороны пьезоэлектрически изготовлены на заказ помимо этого наушники имеет полуоткрытую конструкцию как заявлено производителем обладают костной проводимости ну и помимо этого они еще имеет классный комплект и необычный дизайн о которых мы сегодня с вами тоже обязательно подробно поговорим друзья стоит рыбка hook x 229 долларов а продается в магазине dd audio store упакованы наушники в относительно небольшую но очень красивую и стильную серую коробку съемная супер обложка которая встречает нас блестящим серебристым логотипом названием и схематическим изображением этих наушников характеристик на ней правда нет но их и несложно запомнить друзья сопротивление у наушников 15 чувствительность 105 децибел интерфейс разъемов 2 пиновый по 0 78 а вот комплектация hook x его презентация внутри коробки заслуживает ребята отдельных похвал смотрите в какие коробочки и конвертики как аккуратно все здесь разложено и упаковано ну и в общем естественно кроме самих наушников мы получаем с вами еще модульный кабель 3 съемных штекера под выходы на 2 и 5 на 3 и 5 и на 4 и 4 чехол из искусственно состаренного серого кожзама пахнущие неведомыми ароматами три пары чисто белых силиконовых амбушюр три пары амбушюр зелеными сердечниками три пары с черными и отдельный конверт с инструкцией во внешнем виде наушников мне кажется присутствует что-то немного футуристическая и одновременно что-то индустриальное благодаря чему 7 герц и тем более шуер на фоне их дизайна воспринимаются наверно согласитесь со мной очень даже простыми и безликими смотрите сами друзья корпуса практически целиком изготовлены из гладкообработанного на чп у металла имеет достаточно внушительные размеры но при этом малый вес и благодаря грамотно подобранной цветовой гамме смотрится очень эффектно на мой взгляд основной серый цвет здесь классно гармонирует со светло-зелеными окантовками нанесенными на снятые вокруг фэсплейта фаски которые обрамляют с фронта вот эту черную вентиляционную пластиковую панель через отверстие которой можно немного разглядеть уже внутренние металлические решетки такими же зелеными фасками украшены кстати и металлические элементы кабеля что в полном сборе смотрится я считаю просто великолепно вот так кабель кстати толстые по виду очень крутой потому что покрыт капроновой черно зеленой оплеткой но на практике достаточно вредно потому что любит перегибаться и путаться в самый неподходящий момент штекерные модули здесь вот так вот с небольшим усилием демонтируются и с таким же усилием устанавливаются обратно что касается посадки в ушах скажу что у меня с этим проблем друзья нет и наушники очень даже надежно сидят в них с любыми амбушюрами но владельцам совсем маленьких небольших ушей советую все-таки взвесить все за и против но сейчас друзья предлагаю поговорить нам с вами о том что на мой взгляд у этих в этих наушниках интереснее чем их трудно произносимые названия даже интереснее чем их необычный внешний вид а это конечно же об их звучание которые сразу после первого знакомства с ними нужно признаться даже застала меня немного врасплохо все потому что еще задолго до их приезда вернее до их прибытия я как и многие наверное фантазировал или предполагал что она почему-то обязательно должно быть похожим на звучание упомянутых уже мной сегодня наушников 7 герц таймлесс и шуи раз 12 однако будете наверное удивлены сейчас не меньше меня общего у них совсем немного поэтому чтобы к этому больше сегодня не возвращаться я имею ввиду к сравнениям я буду рассказывать вам про звук этой новинки и параллельно сравнивать наушники между собой и так самое первое главное что отличает hook x от этих двух моделей это противоположный тональный баланс которым что удивительно для планарных наушников доминируют не сухие а гладкие теплые тембры делающие звучание этих наушников более натуральным и комфортным сравнение с ними особенно с 12 выделяется своей более яркой агрессивной подачи которые больше всего заметно на верхнем диапазоне то есть если мы сейчас наложим с вами графики этих двух моделей друг на друга то заметим поразительное сходство в их левой части и заметно бросающиеся в глаза разницу в правой где хорошо видно что диапазону из 12 поднимается гораздо выше чем у хук x и на деле звучит соответственно ярче и острее что насколько я знаю собственно и раздражало многих вы че фобов которым этот диапазон и показался чересчур навязчивым давайте еще вот так вам подсвечу чтобы было лучше видно в хук x высокими тоже далеко конечно не темный характер но все-таки на мой взгляд более спокойный который также как и все смягчен здесь тепловатыми и гладкими тембрами этот диапазон конечно уже не может похвастаться каким-то невероятным объемом и воздухом тоже время благодаря своей вот такой условной прижатости позволяет этим наушникам относиться к некачественным записям терпимее чем первые две модели да вот этот печок на 8 килогерцах здесь как видим есть но он честное слово скорее всего безобидный и чаще мало заметны но опять же для меня в общем высокий здесь не про массу не про воздух и искристость а про комфорт натуральности гладкие приятные затухания для меня всего в них хватило а это собственно есть то что меня в них друзья больше всего и удивило потому что не понаслышке знаю как чаще всего ведет себя в некоторых наушниках пьезокерамика отвечающая звучит я и ожидал здесь тоже услышать характерные для нее или металлический песочек или какой-нибудь неестественный подзвон однако к моему большому счастью оказалось что всего этого здесь как раз таки и нет средние частоты в ху кикс отличается немного более слитной подачей или более цельными назову его так густым звучанием у 7 герц и у s12 разрешение совсем чуть выше звуки и детали у них немного острее а основные образы там соответственно меньше здесь же все наоборот образы крупнее текстуры немного разглажены а главный тембр опять же теплее и жирнее чем в тех поэтому что совершенно ожидаемо эти наушники снова могут не подойти тем кто привык тем кто привык мусолить анализировать музыку на предмет всевозможных точных мелочей и остаточных затуханий на задних планах но в то же время благодаря своим плотным и массивным тембром инструменты голосами здесь более весомое тело и объем а середина в целом ощущается не очень если можно так выразиться v-образной но не ощущается только в той музыке которая не является металлом металле как раз таки ощущается потому что чаще всего он сам так и записан и еще один момент который выгодно их отличает не только конкурентов но и от многих других наушников так это виртуальное пространство которое благодаря естественно своей вот этой полуоткрытой конструкции здесь ощущается более объемным и более насыщенным то есть она достаточно широкая глубокая она как мы любим многослойные вдобавок еще обладает внушительной стереопанорамой что позволяет в этих наушниках с головой погружаться в трехмерное пространство особенно в той музыки которые все это не предусматривает ну и низкие частоты здесь тоже отличается тем что по сравнению с таймлис и со с 12 имеет совсем немного округлую артикуляцию и тепло из-за этого обеспечивают более естественное звучание если в тех наушниках особенно снова вас 12 не отличались более агрессивными хлестким нравом из-за сильнее приподнятого там мид баса что кстати тоже хорошо видно на этих двух графиках то здесь они воспринимаются больше натуральными или правдивыми из-за хорошего баланса между самым низким и средним басом то есть ни один из них чашу здесь не перевешивает и поэтому этот диапазон не воспринимается не слишком сухим и одновременно не слишком вялым но в целом мы имеем в меру акцентированные но вот прям показательно проработанные низкие частоты которые также выгодно отличаются своей текстурностью отличается своими глубокими хорошо проработанными раздельными слоями и своим тембровым богатством то есть если брать опять же за пример удар в большую бочку то мы получим не просто там сухой или пустотелый удар получим плотный телесный панч и его затухание который как это и положено ощутимо уходят на задний план и тем самым хорошо подчеркивает глубину не только этого диапазона но и в целом всей сцены в общем как вы уже наверное догадались друзья сей троицы репка хутикс меня впечатлили или даже покорили больше всего обходя своих конкурентов более натуральным тональным балансом и особенно размерами своей удивительно интересно виртуальной сцены которой при прямом сравнении могут позавидуют кстати многие внутриканальные наушники а для тех кому интересно сравнение например стен хай фай по 1 плюс то скажу что между ними вообще нет ничего общего так как по один плюс это это совсем другой можно даже наверное сказать противоположный подход к звуку который первым делом отличается более ровным таргетами соответственно другим более сухим тональным балансом тирай 3 pro в гибридной схеме которых тоже используется планарный и балансный излучатель в отличие от хук x вообще имеет какое-то невнятное и на мой взгляд даже даже мутноватое звучание так что это новинка друзья опять же только по моему выводит бюджетные планарные наушники на совершенно иной и более высокий уровень и короче для меня это буквально вкусные и крутые наушники которые надеюсь тем кто их купит понравится так же как и мне если они не брезгует конечно v-образная чеха хотя повторюсь она здесь очень даже ладно да не сказал еще про прогрев про источники и про амбушюры греть их на мой взгляд обязательно нужно часов 10 просто зациклив на ночь какой-нибудь басовитый трек на высокой громкости 90 процентов им вполне хватит источник ним хотя они и не очень тугие желательно подобрать все-таки помощнее но мне кажется вполне сгодится этот у которого выходная мощность больше скажем 80 милливатт на 32 ома в моем случае даже сингла очень круто прокачали и выбили из них всю заводскую пыль свистки link 2 балл и moon river 2 а с мультибитным и чем 603 на мой взгляд у них и вовсе случилось фееричная синергия не поверите и будете смеяться надо мной до тех пор пока сами не послушайте они очень сочно звучат даже с дешевым цапиком и bigel что касается амбушюр то самым комфортным их звучание было с амбушюрами от gvc spiral dot более агрессивным со стоковыми амбушюрами но здесь выбирает на каждый выбирает то что ему больше по душе а еще не совсем понял друзья чем заключается это самая костная проводимость но тут можно просто наверно сослаться на плохую проводимость моих костей в общем не знаю мне кажется они и так круты без всякой там проводимости но это как всегда друзья только лишь мои восторги и мое субъективное мнение и ничего более не уверен что сработает конечно но все-таки при покупке через неоплачиваемый заказ и слова саундчек 39 можно попробовать выбить небольшую скидку продавца а у меня на сегодня все всем спасибо всем пока